Когда я уходила с работы, у меня была невероятная эйфория. Да, я хотела именно это. Какое упоительное чувство, свобода выбора, свобода действия, свобода идти по велению сердца. Но довольно скоро что-то изменилось. Я работала полный рабочий день, и рабочий график он регулировал, как будет проходить моя жизнь. Кроме того, это было 12 лет назад. Да, тогда уже люди уходили во фриланс и довольно неплохо зарабатывали. Тогда это не было ещё так популярно, как сейчас. А в один момент я поняла, что я не знаю, куда мне идти, что мне делать. Старое себя уже изжило, а новое ещё не пришло. У вас такое бывало? Это ты как будто оказываешься в коридоре ожиданий. Не самое приятное чувство, скажу я вам. Кстати, когда ко мне приходят клиенты, страдающие от тяжёлых эмоций или депрессий, через некоторое время мы выясняем, что в какой-то из сфер жизни они как раз находятся в таком вот коридоре ожиданий. И быть в этом коридоре без сопровождения человека, который может из него вывести, очень мучительно. Так я начала поиски. Я начала ходить по разным ивентам, тренингам, мероприятиям, спектаклям. В какой-то момент я поняла, что мне хочется делать людей счастливыми и дарить им радость. Я начала организовать мероприятия для творческих людей. Я хорошо знала их боль. Знала, что у них невероятный талант, о котором никто не знает, потому что они не умеют себя рекламировать. Знала, что настолько люди тонут в своих проблемах, стремятся к счастью, к свету, и хотят использовать любой миг, чтобы почувствовать себя хоть немного лучше. Я делала именно это. Дарила людям счастье. В тот момент мне казалось, что я полностью на своем месте, но какой-то голос внутри продолжал мне говорить. Не останавливайся, продолжай поиски. И тогда я открыла себя новым возможностям. И эта открытость вместе с личными драмами, о которых я рассказывала в первых релсах, привели меня в буддизм.